Привет, девчонки! Сегодня я решила сделать тег под названием Макияж без зеркала. Меня тегнула, так сказать, Аллочка Напкомейк. Она его сделала одна из первых и попросила нас подхватить этот тег, если кому-то интересно. И давайте приступим. У меня сейчас нет ничего на лице. Сначала я хочу нанести немножечко базы под макияж. Я использую Катрис под названием Prime & Fine. Буду наносить эту базу при помощи кисточки от Sedona Lace Flat Top Kabuki. Я ее наношу очень тоненьким слоем, и она заполняет поры, потом на нее тональный крем ложится более ровно. И также я заметила, что когда я наношу базу, лицо начинает блестеть у меня через более длительное время. Так, нанесла базу. Теперь буду наносить тональный крем. Ну что могу вам сказать? Очень необычно, что нельзя подглядеть в зеркало, где у меня уже хорошее покрытие, где у меня достаточно тонального крема, а где нет. Но все-таки надеюсь, что все нормально будет. Да, как вот Алла уже заметила у себя в видео, идет гораздо больше времени на нанесение самой тональной основы, так как ты боишься, что где-то останется он не нанесен, или где-то ты его мало растушуешь. Поэтому времени уходит больше. Когда смотришь в зеркало, тогда хоп, посмотрел, все. Готово. Ну, вроде как, мне кажется, должно быть везде нанесено. Еще немножечко растушую на шею. Под глаза, чтобы замискровать круги под глазами, я буду наносить такой хайлайтер от Eau Saint Laurent. Так. Чтобы немножечко сделать светлее эту область. и нанесу под бровь. Кстати, вот с оформлением бровей, я думаю, у меня будет проблема, так как брови я оформляю всегда, каждый день. Как-то я не очень довольна длиной брови своей, поэтому всегда их прорисовываю. Не знаю, как я это сделаю без зеркала. Итак, ну, вроде как справилась с нанесением тональной основы и консилера. Теперь зафиксирую это все прозрачной пудрой от Essence. Так, и нанесу вообще на Т-зону в основном. И немножечко растушую тоже по всему лицу. Да, не знаю, что там выходит. Вот, все. Так, увлажню немного губы бальзамом. Что дальше? Дальше я буду скульптурировать лицо. Я возьму бронзер от Benefit Hula. И кисточку свою любимую на данный момент тоже от Sidona Lace. И нанесу его на скулы. Сейчас будет самое интересное. Не знаю, где это вообще. Так. Надо это все хорошо растушевать. Так, я не знаю вообще, что получается. Пятно это и видно ли вообще то, что я делаю. Вообще, девчонки, очень весело. Я думаю, что все мы можем попасть в такую ситуацию, когда зеркала у нас нет под рукой, а накраситься надо. И вот, хорошее испытание, хорошая тренировка на такой случай. Стараюсь как можно лучше это все растушевать. Я думаю, я потом еще это подрастушую при помощи кабуки от Sidona Lace. Но нанесу еще немножечко. Вам, конечно, сейчас там, наверное, лучше видно, что получается. Сейчас я это все еще растушую при помощи кабуки. Чтобы, если вдруг я переборщила, то было не так сильно, не так заметно. На самом деле, я румянами в ежедневном макияже пользуюсь не так часто. В основном, это только бронзер. Поэтому румяна я сегодня не буду наносить, как обычно. Становлюсь на бронзере. Ну что, вроде как с лицом я закончила. Теперь оформлю брови. Так, свою любимую кисточку для этого бежа. Я беру кисточку от Sigma E65. Просто лучшие я еще не нашла себе кисточки для оформления бровей. И я буду оформлять их, опять-таки, тенями тоже, которые очень люблю от NYX в оттенке блонд. Ну, посмотрим, что у меня получится с оформлением бровей. Так. Вообще, где у меня тут бровь? Ё-моё, ничего не понятно. У меня такое чувство, что я все делаю неправильно. И точно будет все криво. Будь что будет. Все. Больше не буду с ними ничего делать. Не хочу совсем, чтобы все страшно было. Так. Теперь я нанесу базу под тени. Я надеюсь, вы там еще не катаетесь от смеха, насколько красивые у меня брови. А может, и ничего не видно. Не знаю. Так. Нанесу базу под тени, чтобы мой красивый макияж, который я сделала, удержался подольше. Так. Базу нанесли. Теперь приступаем к не менее интересному. Будем красить глаза. Я буду использовать палетку в нейтральных оттенках от Faced Romantic Eye. Вот они, оттеночки. И сначала я наберу такого молочного цвета и нанесу его на все подвижное веко. Ну что, вроде первый цвет нанесла. Следующим цветом я обычно использую такой розовенький, светло-розовый. И его наношу на складку века. Ладно. Так. Теперь возьму я на плоскую кисточку темного, темно-серого такого оттеночка. Ну не совсем темного, просто серого. И нанесу его во внешний уголок глаза. Так вот. Вот. От роста ресниц буду двигаться кверху. И постараюсь его растушевать. Немножечко тоже в складку нанесу. Вообще не знаю. Наношу я сейчас что-то, не наношу на глаз? Достаточно этой интенсивности или недостаточно? Ну весело. Однозначно это весело. Девчонки, если вы не ведете свой канал, попробуйте просто накраситься. Посмотрите потом на себя в зеркало, улыбнетесь. Вообще прикольно. Ощущения незабываемые. И теперь этим же серым цветом я поройдусь немножечко по нижней линии роста ресниц. Так. Ну что, я еще немножечко возьму потемнее оттенка. Наверное, возьму на растушевочную кисть его и нанесу в самый внешний уголок глаза. Самый-самый внешний. Так. Видите, я пытаюсь нащупать, где этот уголок находится. Я возьму теперь большую растушевочную кисть и пройдусь этой растушевочной кистью еще разок по внешнему уголку глаза и по складочке. Так. Теперь, если вдруг что, опало, так вот уберу это кисточкой для тоналки. Все. С макияжем глаз я завершаю. Теперь я подзавью ресницы. Да, я пошла на такой опасный ход. Использую страшное оружие. Без зеркала. И крашу глаза тушью. Тоже весело, потому что я всегда умудряюсь поставить пару точек на века. Я вся скупожилась, не знаю, так. 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 Видите, я открываю рот. Помню, в каком-то видео у меня спрашивали, как я умудряюсь не открывать рот. Я просто вырезаю те кадры, где я сижу с открытым ртом. Но рот я открываю всегда, когда я крашу ресницы. Не знаю. Причем больше, чем сейчас. Я надеюсь, тушь меня не подвела. Так. Ну что, макияж практически завершен. Теперь я просто нанесу какой-либо блеск. Вот возьму розовенький такой от Estee Lauder. И макияж мой можно считать завершенный. Ну, губы я крашу очень часто без зеркала. Так для меня это не проблема. Все, девчонки. Такой получился у меня макияж. Я поворачиваю на себя окошко. Какая красота. Тут у меня все очень темненько. Так, это правый глаз. Ну, в итоге, в принципе, неплохо. Что я сделаю? Это я просто растушую побольше. Или нанесу сюда чуть-чуть побольше. Ну, вот, девчонки, такой получился у меня макияж. Кривенько, косенько. Кстати, с бровями я более-менее справилась. Если вдруг вас заинтересовал этот тег, мне будет безумно интересно посмотреть ваше видео, так как я получила настоящее наслаждение от этого, посмеялась над собой, тыкала пальцем, где здесь у меня находится бровь, где она заканчивается, где начинается моё веко. В общем-то, вы видите, результат довольно кривенький, но ничего. Всех вас тегаю, если вам интересно, и пока, до новых встреч!